Всем доброго времени суток! С вами канал ArtMoney. И сегодня мы с вами будем готовить халаву из яблок. Халаву можно приготовить из апельсиновой цедры, из морковки. Можно, наверное, еще из чего-то напишите в комментариях, кто уже готовил. Обязательно с вами попробуем, если вы захотите. Но сегодня мы будем готовить из яблок. И приглашаю вас на свою кухню. Добро пожаловать! Пойдемте готовить вместе со мной. Так, начинаем с вами делать халаву яблочную. Нам понадобится 3 маленьких яблочка. С кожурой я их уже помыла. 200 грамм манки. 250 грамм сахара. И сливочного масла 200 грамм. Также 200 миллилитров воды. Она у меня уже в кастрюльке. Это для сиропа. Сначала мы сейчас с вами натрем яблочки на крупной терке. Терочку. Вот она у нас крупная. Будем на ней тереть. Так, ну вот мы яблочки натеры в наше. Ой, как много получилось. Если у вас, допустим, большие яблоки, то можно 2 добавить. То есть совсем большое можно и один. Так, дальше мы делаем сироп, пока наши яблочки полежат. Здесь у меня маленькая кастрюлька. Здесь налит уже 200 миллилитров воды. Мы ее включаем на большой огонь. Также нам понадобится такая деревянная лопаточка. Мы будем еле перемешивать наш сахар, который сейчас туда высыпем. И нужно его там полностью растворить. Это будет у нас сироп. Ну вот мы сахар полностью растворили. Доводить до кипения не нужно. Просто, чтобы она была горячая, нужно. И мы ее выключаем и переставляем на другую комфорку. Чтоб она немножечко остыла. А сюда мы ставим нашу основную кастрюлю. То есть берем какую-то вот кастрюлю с толстым дном. Так, сейчас пока я ее выключу. Берем кастрюлю с толстым дном, которую, если пригорит, не будет жалко выкинуть. У меня это вот такая кастрюля, специальная для халавы. Я всегда в ней делаю халаву, либо я делаю в ней варенье. То есть, ну, если что-то произойдет, не жалко будет выкинуть. Так, и берем наше сливочное масло, 200 грамм, и вываливаем туда. Включаем на средний огонь. и растворяем масло до прозрачного цвета. Все делается, в принципе, элементарно, просто. Если вы уже один раз хотя бы это делали, или посмотрели, то, в принципе, просто. На самом деле, рецептов халавы очень мало, их практически нету в интернете. В принципе, я рецепт этот, вернее, не случайно, а с трудом его нашла. В одном месте я в гостях его попробовала, эту халаву. Мне примерно рассказали, как она делается там, хотя толком было неизвестно. И потом я уже начала искать. Это было довольно давно я искала. Тогда не было больной информации. И потом нашла. Есть, вот смотрите, яблочная халава. Самая классика, это апельсиновая халава. Также можно водичку, можно молоко добавлять. То есть, в основном, делается молоко. Обязательно деревянной лопаточкой. Так даже будет вкуснее. Вот так же можно добавить орехи, изюм. По вкусу, как вам нравится. Мне нравится чисто вот. Без всего этого. Немногочко она сильно кипит. И должна, в принципе, она так кипеть. Высыпаем. Теперь мы туда 200 грамм манки. И сразу перемешиваем. Такими вот движениями. Вот так вот. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Хорошо, конечно, деревянная лопаточка, если она вот так вот прямая. Так даже удобнее. Я всегда перемешиваю именно вот этой вот лопаточкой. Так. И сейчас мы перемешаем. Ладно. Скажу, что дальше делаем. И эту манку нужно немножко поджарить до песочного цвета. То есть сливочное масло должно, в принципе, немножечко исчезнуть. Его не должно быть много. Делать это все на маленьком огне лучше всего. и не переставая перемешивать. То есть не куда-то там положили, куда-то там перемешали и ушли куда-то. Нет, так нельзя. Вот она, в принципе, видите, там вот сбоку она немножко уже пригорает. Поэтому лучше всего использовать старую кастрюльку, которую вам не будет жалко выкинуть потом. чем Бог. Если она у вас манка не поджарится, у вас может получиться так, то, что когда вы делаете халаву, положите ее аккуратно, выложите в тарелочку и тут у вас в тарелочке по бокам вдруг появится подсолнечное масло растопленное. Это некрасиво будет. Не будет уже это именно халава. Это не настолько будет вкусно. Поэтому тут мы ее манку поджариваем немножко, чтобы как раз сливочное масло у нас ушло. Теперь сюда мы вываливаем наши яблочки. Немножечко они уже, видите, тут потемнели. Все это туда. и все это снова перемешиваем. нужно превратить в однородную массу. Переставила на маленький огонь. Так же продолжаем мешать, чтобы у нас тут ничего не пригорело. Видно вам? Видно. Пошел аромат обалденный просто. Яблочный такой. В принципе, я думаю, можно экспериментировать, потому что я с халавой не первый раз уже экспериментирую. Морковную халаву тоже это был чисто мой эксперимент. Яблочный тоже мой эксперимент. Ее в Ютубе я вообще не нашла. Ее нет. От халавы да, есть. А вот халава это индийское блюдо. Это совершенно другое. Теперь мы делаем у нас самое главное. Берем и сисечка вот такое. Ну, обычно типа душлаг, сисечка. Обязательно его берем. Без него никак нельзя. это обязательно. Сейчас вы поймете, почему. И берем наш сироп 200 мл и выливаем туда. Сисечку убираем и перемешиваем тут немножечко, чтобы у нас тут комочки не получились. Сейчас я объясню, почему. Бывает, иногда бывает все по-разному, конечно. Бывает, иногда она шипит очень сильно. Получаются брызги. Я читала очень много отзывов у людей. У них получаются брызги на всю кухню. И из-за этого не каждая хозяюшка будет готовить халаву. Именно вот из-за этого люди не делают ее. И поэтому на канале ее очень... Ну, и на Ютубе. И, в принципе, везде видео их практически нету. Именно вот поэтому. Так, теперь, значит, мы, смотрите, ставим на маленький огонь и прикрываем крышкой. Вот она, крышка. Прикрываем вот так вот и оставляем ее на 5 минут. Ну, это не смотрите, это я пыталась приклеить здесь было стеклышком. Вот, оставляем на 5 минут и через 5 минут мы с вами ее выключаем. Так, я у себя засекаю и потом посмотрите, что как будет. Так, ну все, у нас прошло 5 минут. Все, она готова. То есть, смотрите, она готова, она вот именно вот она становится именно кусочками. Вот она уже одним куском. ждите именно 5 минут и полузакрытая крышка. Только тогда она получится. Если вы подождете 3 минуты и с любопытством туда заглянете посмотреть, что же там происходит, может не получиться. Я очень много раз готовила и у меня первое время не вот прям получалось. Ну, бывало такое, что не получилось, потому что не засекла времени, заглянула или там заглянула, решила не ждать. То есть, вот так вот. Сейчас мы ей даем немножечко постоять. Кушается она горячая. Ну, не горячая, но как теплая. То есть, она теплая, горячая, она гораздо вкуснее, чем холодная. Но это всегда так, в принципе. Вот, поэтому чуть-чуть сейчас она постоит и вместе с вами мы будем пробовать ее. Ну, вот готова у нас халава. Вот так она выглядит, очень красивая, такого нежно-персикового или песочного цвета такого. Такая вот она. Она еще тепленькая, я туда ее клала. Также сверху можно украсить орешками, изюмом. Даже сейчас мне пришла идея с битыми сливками, допустим, вот так вот сверху можно украсить. То есть, что душе угодно, на что у вас придет, фантазии, идеи, можно все, что угодно делать. Ее можно положить в силиконовую формочку, допустим, такую для кексов, маленькую. Придавить как следует и потом ее обратно вытащить. У вас будет аккуратненькая такая, то есть, у меня тут горка, будет аккуратненькая такой кексик, его тоже можно чем-то там украсить. и там можете придумать все, что угодно. И давайте попробуем. Уже мне не терпится попробовать. Она прям такая яблочная, прям яблоко-яблоко. Непритерная. То есть, вполне было достаточно трех яблок на 250 грамм сахара. Если кто-то любит прям послаще, тогда добавляйте 300 грамм сахара или 350 грамм сахара, то есть, побольше. Есть кусочки яблока. Поскольку мы с вами терли на крупной терке, то они присутствуют. Это, мне кажется, тоже очень хорошо. Кожурка яблока. В принципе, если кто хочет, чтобы яблоко как бы совсем не чувствовалось, можно... Кто делает, наверное, сок летом яблочный. Вот от нее вот можно взять вот этот вот отжатый отжатый яблоком. Немножечко водички там добавить там или сока добавить немножко. И вот из нее тоже можно сделать халаву. Потому что из морковки вот я, по-моему, вот из такой вот делала. Либо морковные каплеты, либо вот халаву я делала. Также можно и яблоко, потому что ее тоже выбрасывается очень-очень много. Можно сделать просто побольше халавы. Здесь, кстати, получается халавы, наверное, порции 3-4. То есть, ее не так много. Делала я ее 35 минут. То есть, 30 минут я ее делала и 5 минут я готовила ингредиенты. То есть, их взвешивала, выкладывала. То есть, это недолго. Естественно, у вас ролик будет гораздо меньше. И посмотрите, какая она красивая такая. Все промешанное должно быть. Все у нее такая красивая. Ну да, ее прям хорошо бы сейчас орешками еще украсить. Сейчас вам поближе поднесу. Где-то. даже она кажется такая полупрозрачная. Как будто вот такую халаву мы с вами приготовили. Следующая халава будет апельсиновая. Она более вкусная. Именно вот она классика считается. Вот. так же подписывайтесь. Пишите комментарии. Сделали вы, получилось у вас, не получилось. Может быть, если не получилось, я бы вам какой-то, может быть, совет дала еще. В принципе, я все советы сказала, какие могут быть, какие могут быть проблемы, почему люди не готовят. Попробуйте, обязательно попробуйте, приготовьте. это очень вкусно. Это того стоит. И не чувствуется, кстати, что жирное, то, что вот здесь масло сливочное присутствует. Она не жирная совсем. То есть, она выварилась, там, убежала, утекла там. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Смотрите мои другие ролики, мои влоги, как мы с сыночком живем, как он у меня развивается. А также другие кулинарные рецепты, живописи, лайфаки. Не знаю, короче, куча всего. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok